Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии уже новой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же интересного произошло за последние торги. Последний раз они у нас были в пятницу, но, что касается статистики, я думаю, что вы все прекрасно видели, была у нас, конечно же, возможность отследить еще один сильный макроэкономический рис американского происхождения. Это данные по ВВП. Разумеется, мы это сделали, но об американской статистике давайте поговорим чуть позже. Не будем нарушать нашего привычного сценария, поскольку у нас все, как всегда, выверено полномерно. Это анализ, соответственно, перспектив нефти, потом российской валюты, и после переключаемся на основные тандемы валютных активов, которых мы касаемся практически каждый брифинг. Не забывайте о том, что в ходе сегодняшнего, разумеется, как и всегда, брифинга будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках АМАПИС. Воспользоваться этим бонусом можно вплоть до следующего брифинга, разумеется, он пройдет уже завтра утром, поэтому у вас есть, по сути, полноценные торговые сутки, чтобы принять решение и, соответственно, повысить покупательскую способность ваших депозитов. Также хочу воспользоваться возможностью пригласить вас сегодня на свой традиционный вебинар «Правильный понедельник». Он пройдет в 16.30 по московскому времени, где мы снова оценим общую фундаментальную картину прошлой недели, пробежимся по основным махроэкономическим релизам, коснемся тех событий, на которые обязательно стоит уделить внимание в ходе этой недели. В России статистики и данных будет очень много, потому что в пятницу нас ожидают долгожданные нон-фарм перелс, сильнейший отчет по американскому рынку труда и, соответственно, еще одна возможность усилить собственные отношения с точки зрения бычьего настроя касательно американской валюты. Снова напоминаю, что мы по-прежнему не отказываемся от, скажем, ожиданий того, что доллар может стоить гораздо выше, тем более, что на повестке дня обсуждения находятся, конечно же, сроки повышения процентной ставки, поехавшие уже на следующее заседание, которое пройдет буквально меньше, чем через месяц. В общем, продолжаем следить за основным новостным фоном. Ни один отчет, по сути, не проходит мимо нашего внимания, но мы стараемся, конечно же, интерпретировать каждый из них как еще один дополнительный аргумент, позволяющий принимать решения для представителей ФРС касательно ужесточения и нормализации денежно-кредитного курса. Вебинар пройдет в 16.30 по московскому времени. Помимо основных макроэкономических событий, мы также обозначим и ценовые ориентиры на эту неделю. Собственно, это будет дополнительным подспорьем в принятии решения касательно направленного трейдинга вот на этот забег в пять последующих и предстоящих торговых сессий. Ну а теперь давайте переходить к, собственно, нефти, с которой мы традиционно начинаем каждый брифинг. Актуальные котировки 48.23. Видим то, что бренд продолжает торговаться рядом с прежним значением. Вот уже три торговые сессии, никак он не может двинуться ни выше, ни ниже. Хотя мы прекрасно понимаем, что оснований для коррекции сейчас предостаточно. По крайней мере, для позиционного долгосрочного трейдинга они точно есть, потому что новостной фонд за последние несколько месяцев ничуть не изменился. Мы прекрасно понимаем то, что главным негативным фактором для позиции нефти остается как раз гиперизбыточное предложение, создающее колоссальное количество возможностей для последовательного тактического шорта. Я думаю, что мы очень скоро доберемся до еще более глубокой цели, которая находится сейчас как минимум в районе 45 долларов за баррель. Что касается ожиданий по нефти, на этой неделе, разумеется, стоит обратить внимание традиционно на запасы нефти в США. Я напомню, что сейчас у нас есть достаточно оснований полагать, что запасы будут полномерно расти, потому что большая часть нефтеперерабатывающих заводов сейчас работают не на полную мощность. Поэтому даже исходя из сезонного фактора, сейчас стоит надеяться на то, что этот фундамент сможет оказать, соответственно, через статистику, поддержку нашей инвестиционной идеи, которая предполагает еще большее ослабление, разумеется, позиций нефти. Что касается новостного актуального фонда, хочу отметить комментарии, точнее интервью Кристин Лагарта, председателя Международного валютного фонда, который она дала французской газете, где, учитывая актуальный новостной фон, экономические реалии, она сказала, что прежний прогноз Международного валютного фонда касательно экономического расширения в 2015 году, предполагавшем, что мировая экономика сможет расшириться на 3,3%, он уже абсолютно несостоятельный, потому что мы видим глобальные риски, характерные для мировой экономики, мы видим то, что происходит, в принципе, по ключевым регионам мира. Китай, это, наверное, сейчас, как я уже отмечал, является ключевым барометром состояния мировой экономики, и до тех пор, пока у нас нет оснований полагать, что Китай, даже через беспрецедентные меры экономического стимулирования, нащупал возможности для того, чтобы оттолкнуться от локального дна, мы пока не будем менять общий фокус слабых ожиданий касательно и мировой экономики. Кристин Лагард, собственно, понизила прогнозы, пока это только вербальное ожидание, но я думаю, что цифры будут еще хуже, потому что официальная оценка от МВФ будет представлена уже меньше, чем через две недели. Соответственно, если 3,3% несостоятельны в этом году, их прогноз касательно экономического расширения мировой экономики в 2016 году на 3,8% тоже является уже неподтвержденным, потому что 2015 год не стал тем, скажем, временным интервалом, когда экономики нащупали возможности для экономического восстановления. Я думаю, что 2015 год стал еще одним периодом, когда мы снова, может быть, даже с еще большим вниманием стали обращать наши взоры на общие экономические проблемы. И я думаю, что, наверное, такого пика, как мы наблюдаем сейчас, негативным, конечно же, в смысле мировая экономика, не видела уже давно. В общем, посмотрим, как дела будут обстоять на самом деле дальше. Но даже самого факта пересмотра прогнозов уже достаточно, чтобы и нефть, соответственно, забыла о потенциальном факторе ожиданий касательно экономического восстановления, соответственно, реанимации спроса. Если этого сейчас нет, разумеется, тогда 2016 год, как я говорил уже некоторое время назад, скорее всего, будет еще одним затяжным периодом статистической слабости нефти. Кто знает, какое минимальное ценовое значение может быть для этого актива. Мы ориентируемся пока на 45, и нет ни малейшего основания пока пересматривать наши позиционные оценки касательно разворота и делать заявление относительно того, что бренд может рвануть уверенно выше 50 долларов за баррель, а может быть, даже попробовать закрепиться еще выше. Соответственно, пока мы придерживаемся прежней цели, смотрим за актуальной статистикой и, соответственно, актуальным новостным фоном. Российская валюта. Актуальные котировки 65,43. Видим то, что сейчас, в принципе, рубль также не демонстрирует повышенной активности на, соответственно, торговых сессиях. Определяющим фактором выступает нефть, и до тех пор, пока черное золото не определится с реальным направлением дальнейшего тренда, рубль также будет в замешательстве колебаться в диапазоне 65-67 против американского конкурента. Но хотя, если опять же обратиться к нашей традиционной простой математике, хочется отметить, что если нефть у нас сейчас стоит 48 с небольшим, а курс рубля пары USDRAP 65-43, получается, что если мы перемножим, получится цена за баррель для российского бюджета 3140 рублей. Это, мягко говоря, разумеется, та цифра, которая не позволяет надеяться на стабильность российской бюджетной конструкции. То есть доходы, я уверен, в связи с этим будут снижаться, и, в принципе, учитывая то, что достаточным уровнем является значение выше 3300 рублей, значит, нужно что-то делать. Конечно же, что нужно делать? Это, собственноручно, девальвировать курс национальной валюты, чтобы поддержать федеральные бюджетные доходы на тех значениях, которые мы наблюдали несколько недель назад. Иначе снова придется переверстывать бюджет и, соответственно, анонсировать очередные экономические риски, характерные для российской экономики. Поэтому этой математикой сейчас можно вооружиться, и, соответственно, если мы не получим каких-то дополнительных новостных драйверов по нефти, тогда будем прибегать к этой простой формуле, переводить курс рубля, соответственно, через актуальные котировки на нефти в эту простую формулу и получать значение. Ориентируемся на 3300, я думаю, что цена за баррель как раз с учетом этой формулы будет соответствовать, наверное, актуальному курсу. В связи с этим можно сделать простой вывод, что рублю сейчас нужно оказаться поближе к значению 67 против американского доллара. Идем дальше. Европейская валюта. Актуальные котировки примерно 1,1175. Мы видим то, что европейская валюта сегодня с азиатской торговой сессией снижается. Риски прежние остаются. Это ожидание новых мер экономического стимулирования. От этой идеи мы не откажемся до тех пор, пока не получим прорывных решений от представителей Европейского Центрального Банка. Я уверен, что с точки зрения негатива мы увидим значение и еще ниже. Против евро играет также сильная американская статистика. Тем более, что если и на этой неделе нонфарм перлс из состояния американского рынка труда укажет на еще, соответственно, больше позитив и укрепит ожидание оптимистичной побычи настроенных трейдеров в отношении американской валюты, главный валютный риск будет вынужден снова тесниться и продолжать планомерное снижение к той цели, которую мы поставили ранее. Это значение 1,10. И судя по динамике последних дней, мы видим то, что пара евро-доллар планомерно смещается именно к этому ценовому рубежу. Не забывайте также про спред доходности между американскими и немецкими облигациями. Сейчас он также поддерживает больше позиций, соответственно, американской валюты, а не главного валютного риска. Единственное, что может изменить настрой, краткосрочного даже характера в отношении евро и поспособствовать усилению позиции пары евро-доллара и, прежде всего, главного валютного риска, это негативная тенденция на мировом фондовом рынке. В частности, вот сегодня мы наблюдаем, как снижается шанхайский композитный индекс. Правда, на азиатской сессии он просел на 1%, сейчас уже практически полностью отыграл, поэтому трейдеры не хотят сейчас использовать идею касательно того, что евро – это валюта фондирования и, скажем, инструмент финансирования операции керри-трейда. Поэтому сейчас локально эта идея пока не состоятельна. Если это так, если мы не увидим продолжение негативных тенденций дальше на европейских фондовых рынках, на американских, значит, от потенциального спроса на евро через, опять же, идею валюты финансирования можно будет отказаться и вывести на передовую старые инвестиционные идеи, предполагающие их возможность ослабления позиции главного валютного риска. Статистики на этой неделе будет предостаточно. Сегодня, правда, интересных макроэкономических релизов не будет, но уже с завтрашнего дня мы активно будем следить за содержанием экономического календаря и, в том числе, искать дополнительные инфоповоды для поддержки нашей инвестиционной идеи, предполагающей снижение европейской валюты. Ну а пока смотрим за тем, как евро планомерно спускается вниз. Наша цель прежняя 1.10. Доллар японская иена. Актуальные котировки 120.21. Мы видим то, что американец по-прежнему прессингует. Все-таки, действительно, доллар является общим лидером рынка. Во-первых, поддержки предостаточно. На прошлой неделе, в четверг, мы получили дополнительные сигналы того, что доллар будет и дальше расти от председателя федерализированной системы Джанет Хиллен, которая также снова указала на то, что повышение процентной ставки произойдет до конца этого года. Потому что инфляция, собственно, если другие проблемы уже решены, сейчас стоит цепляться только за показатели по инфляции, но низкие значения – это временное явление. Дальше будет только лучше, особенно если и в перспективе, скажем, хотя бы на года основания для роста найдут и позиции энергоресурсов. Джанет Хиллен также отметила, что, снова повторюсь, я это отмечал уже в пятницу, что лучше сейчас перейти к циклу последовательного повышения процентных ставок, нежели потом, соответственно, шокировать рынки резким повышением. То есть, последовательно это является более подходящим вариантом, чтобы не, скажем, не злить финансовые площадки, рынки и не провоцировать коллапсы, вроде того, которое мы наблюдали после падения и китайской фондовой секции несколько недель назад. Поэтому до конца этого года есть даже основания и версии от некоторых аналитиков, что мы увидим двойное повышение процентной ставки, но нам, на самом деле, достаточно хотя бы одного роста, и, быть может, он произойдет уже в следующем месяце, то есть по итогам октябрьского заседания. Что касается макроэкономических данных, в пятницу, как я уже отметил, мы следили за данными по ВВП, статистика очень хорошая, я отмечал, что если мы увидим процент прироста экономики в 37%, то есть прошлая оценка, это будет замечательно просто, потому что это и без того те темпы, которые не демонстрирует ни один регион в мире. И по факту мы увидели не просто сохранение, точнее, не просто значение на прежних уровнях, мы увидели очевидный прирост, который позволил нам через статистику в 3,9% расширения говорить о том, что американская экономика продолжает уверенно восстанавливаться, и, может быть, дальше будут даже уровни по темпам экономического расширения еще выше. Соответственно, для скептиков я снова призываю пересмотреть свое отношение к доллару. Если вы считаете то, что американская валюта по какой-то причине может оказаться из-за действительно локального стратегического лидера роста в числе аутсайдеров, я думаю, что это заблуждение, это ошибочное ожидание. Поэтому лучше уж сейчас действительно высмотреть все предпосылки, которые будут создавать хорошие основания для последующего роста американца, и присоединиться, собственно, вместе с участниками рынка, которые следят за общим фундаментальным фоном к идеям, которые предполагают возможность восходящего бычьего ралли, в том числе и по паре доллар-японская иена. Мы отмечали то, что наша долгосрочная цель – это возможность движения этого тандема валютных активов в район 125. Видим то, что доллар сейчас зацепился за уровень 120, хотя, если мы посмотрим на азиатскую торговую сессию, снова укрепляется японская иена, но, может быть, все эти риски связаны, опять же, с незначительным снижением шанхайского композитного индекса, поскольку снижение, я думаю, что вряд ли получит продолжение, уже к, скажем, европейской сессии на фондовых рынках будут другие настроения, что в целом позволит снова американцу выбиться в лидеры роста, а японской ей уступить. В общем, я не думаю, что 120, точнее, пара, сможет уверенно закрепиться ниже этого рубежа. И даже в преддверии ожиданий сильных махроэкономических данных, наверное, стоит и дальше делать ставку на то, что эта статистика с большей вероятностью поддержит позиции американской валюты. В общем, на основании комментариев Джанет Хеллин, на основании собственной, может быть, даже не субъективной уже, а объективной позиции готовности американской экономики к нормализации денежно-кредитного курса, на основании роста американских трежерис, даже расхождения контраста монетарных политик между Банком Японии и ФРС. Этого, ну уж точно достаточно для того, чтобы дальше продолжать кататься в паре доллар-японская иена, а с точки зрения долгосрочных длинных сделок, к идее, предполагающих возможность возвращения этой валютной пары, ну, хотя бы выше уровня 121.50, хотя наша долгосрочная цель – это значение 125. Идем дальше. Фунт против доллара. Сейчас актуальные котировки 1.5195. Напомню, что мы давно поставили отложку с уровня селл-стоп 1.52, то есть мы сейчас находимся в рынке и ждем движения пары ниже уровня 1.51, может быть, даже в район 1.50. Это также наша среднесрочная цель и среднесрочный ценовой ориентир. Оснований по-прежнему предостаточно. Думаю, статистику я уже снова, наверное, анализировать не буду, потому что мы в ходе прошлой недели практически каждый день возвращались к ней. Вы прекрасно знаете, что статистических поводов для распродаж британца достаточно. Хочу только отметить еще последний комментарий заместителя председателя Банка Англии, который отметил, что в ходе следующего заседания будет голосовать против повышения процентной ставки, потому что не видит оснований для роста и индекса потребительских цен к целевому значению, и вообще не видит сейчас позитивных новостных поводов, возможностей для активного экономического расширения британской экономики, особенно на фоне тех разочарований макроэкономических, которые мы наблюдали по британскому рынку за последние 2-3 недели. То есть, с учетом заявлений и высокопоставленного британского чиновника, у нас по-прежнему достаточно оснований, чтобы делать, разумеется, ставку на дальнейшие продажи британца и движение пары фунт-доллар в район 1.50. Если что-то изменится, если все-таки на рынке появится какой-то интересный фундамент, который сможет позволить каким-то чудом высмостить возможности для роста британца, я, разумеется, об этом сразу же расскажу. USDCAD в прошлый четверг достигла локального хая 1.3415. Напомню, что наша уж совсем долгосрочная цель, потому что мы недавно добрались до уровня 1.33, соответственно, зафиксировали, я надеюсь, хороший профит, но я уже отметил, что есть возможность прокатиться еще выше до значения 1.35. То есть, в четверг у нас, по идее, были достаточные основания, чтобы добраться до этого рубежа, но сейчас пара отступила, 1.3327 – это актуальные котировки, но мы все равно видим то, что канадец все-таки, наверное, обречен на дальнейшее снижение, и тому есть также достаточно макроэкономических фундаментальных подтверждений. В эту среду выйдут данные по ВВП. Я думаю, что статистика будет, собственно, плохая, как, наверное, и всегда за последние 2-3 месяца. То есть, рецессия сохранится. Вот недавно буквально дискутировал на тему перспектив канадца со своим коллегой. В частности, мне предложили идею касательно того, что динамика рынка недвижимости, который, ну, действительно, соглашусь, активно растет, наверное, больше, чем на 2% в месяц, сейчас существенно опережает темпы экономического роста, и якобы рынок недвижимости сможет вытащить всю экономику. Я считаю то, что это не так, потому что какими бы темпами сейчас не рос рынок недвижимости, он вряд ли сможет нивелировать те риски, которые связаны с падением инвестиций в этот регион. К тому же, я исключительно медведь по позициям энергоресурсов, и если мы предполагаем действительно возможность еще большей просадки, для канадской экономики снижения цен на нефть будет еще один серьезным риском, который, ну, практически нельзя будет, скажем, оставить незамеченным с точки зрения негативного влияния, и, я думаю, просадки темпов экономического расширения. Поэтому и от этих ОВП я жду плохих цифр, что, наверное, в целом еще больше подтвердит наше ожидание того, что канадец это аутсайдер рынка, и, по крайней мере, до уровня 1.35 с точки зрения укрепления его лучше не трогать. Вот когда доберемся до значения 1.35 по паре USD, тогда посмотрим, на что можно снова обратить внимание, и, точнее, какие новые цели поискать. Ну, еще хотел сказать про пару аут-USD. На текущий момент мы видим то, что актуальные котировки 0.7017, австралийца также продолжает снижаться к нашей цели 0.70, хотя мы ее уже достигли, и я отметил возможность сходить с этим активом еще ниже, в район 0.68. От этой идеи также пока не отказываемся, и, соответственно, ждем уже тестирования новой поддержки, которая и находится на этом самом ценовом рубеже. Что касается величины бонуса на сегодня, а 6%, а кодовое слово – это триггер. Также хочу снова отметить, что в 16.30 пройдет вебинар, поэтому с удовольствием буду вас сегодня всех там видеть, и, разумеется, если будут вопросы, можете их прямо в ходе вебинара и задавать. Большое спасибо за внимание, увидимся уже в ходе следующего брифинга, то есть, соответственно, завтра. Всего доброго, до свидания!